Всем привет! НХЛ Комру в традиционном обзоре рассказывает об игре российских хоккеистов в пяти матчах пятницы. Вас еще удивляют шедевры Кирилла Капризова? Главный тренер Миннесоты Дин Эвасон уверен, что делать этого уже не стоит. Лидер по результативности среди новичков забил два шикарных гола в матче с Лос-Анджелесом и вновь заставил говорить о себе в восторженных тонах. В первом периоде Капризов забил свой двадцатый гол в сезоне, прокинув шайбу между ног и переиграв защитника с вратарем. А во втором Дола-Дола Билл Кирилл оформил дубль, красиво реализовав большинство. Глевая серия Капризова, которого, конечно же, признали первой звездой поединка, достигла четырех матчей. А всего в 46 играх чемпионата на его счету 21 гол и 19 передач. Главный тренер Лос-Анджелеса Тодд Маклеллан выразил уверенность, что Капризов заслуживает Колдер-Трофи и сравнил первый год россиянина в лиге с сезонами, которые проводили Остон, Мэттьюс и Конор Макдэвид. Тем временем Рейнджерс не теряют надежд на попадание в плей-офф. Сегодня они переиграли Филадельфию и, воспользовавшись поражением Бостона от Баффало, приблизились к кубковой четверке. Первой звездой матча был признан вратарь Александр Георгиев, отразивший 26 бросков и остановивший игравших опаснее Флаерс. Победа стала для голкипера третьей подряд. Павел Бучневич прервал серию из трех матчей без набранных очков и второй раз в карьере достиг отметки в 20 голов за сезон. Его шайба, заброшенная в первом периоде при счете 1-1, стала победной. А в середине третьего периода Бучневич закрепил преимущество Рейнджерс, сделав отличный пас на Алекси Ла Френьера и застолбив за собой звание третьей звезды встречи. Не остался без очков и Артемий Панарин, отметившийся двумя передачами. Всего в 37 играх чемпионата на счету Хлебушка 55 очков, с которыми он уже занимает восьмое место в НХЛ. Шикарная передача на гол Криса Крайдера стала для него сотой в составе Рейнджерс. Подробнее об игре российских хоккеистов читайте в текстовом обзоре на nhl.com.ru. Если вы смотрите это на YouTube, ссылка как всегда в описании. Спасибо, что были с нами, я Сергей Демидов, увидимся!